На Беларусь 4 программа Де Факто мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. 18 лет колонии усиленного режима. Таков приговор жителю Мозыря, который ранил силовиков, находящихся при исполнении. Замешан во взятках. В следственном комитете возбудили уголовное дело против заместителя директора филиала Гомельские электрические сети. Жил на свободе 22 года. Следователи раскрыли изнасилование и убийство девушки, совершенное в 90-х. У обвиняемого есть семья, но ему грозит смертная казнь. Нерест в самом разгаре. Как рыбачить, чтобы самому не попасть на крючок инспекторов. Репортаж Натальи Игнатенко. А также новое в природоохранном законодательстве. Какая борьба ведется против браконьеров и почему под пристальным взором любители охоты. Мнение эксперта. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Спасатели региона выезжали на пожар в деревню Макановичи Реческого района. Там горел фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет, но есть предположения, кто виноват в случившемся. Главная версия пожара – это нарушение правил эксплуатации печного отопления. Еще до происшествия инспекторы пожарного надзора предлагали устранить нарушение, но этого не было сделано. В Мозорском районе, в деревне Бибики, на пожаре погиб мужчина. По прибытии первых подразделений к месту вызова горела крыша бревенчатого дома. При проведении разведки сотрудниками МЧС на полу возле печи было обнаружено тело хозяина дома. Мужчине было чуть больше 30. Пожар ликвидирован спасателями. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. На Днепре в Реческом районе выловили браконьеров. Мужчины сообразили на троих. Только неудачно выбрали место, время и снасти для рыбалки. За выловленную сетью 3,5 килограмма рыбы им придется выплатить государству 3000 белорусских рублей. Паводок затронул уже 4 района – Петриковский, Мозорский, Добружский и Рогачевский. Количество пострадавших по двору выросло до 115. Под водой также 8 участков дорог, 18 подвалов, жилых домов и 68 хозпостроек. Двух погибших братьев обнаружили под обломками строительных конструкций. Трагедия произошла в Будокошелевском районе. Здесь, в одной из комнат огоревшего здания в деревне Кривск, был найден хозяин дома и его брат. Оба мужчины получили ожоги и травмы, несовместимые с жизнью. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. В 1500 долларов – цена незаконной перевозки в Гомельском районе. Сотрудники ОБЭП и налоговой инспекции в ходе совместного рейда остановили грузовой автомобиль, в котором находился лом черного металла. Организовал рейс предприимчивый местный житель, хорошо знакомый сотрудникам правопорядка по аналогичным нарушениям. На этот раз фура следовала в Россию окольными путями через Будокошелевский район. Но навариться на грузе у владельца не получилось. Теперь ему грозит более 1000 рублей штрафа и конфискации авто. В Мозере сотрудники МЧС оказали помощь мальчику, который защемил в двери пальцы. Рука ребенка оказалась зажата между дверной коробкой и полотном двери. Спасатели воспользовались специальным инструментом, отжали дверь и освободили руку потерпевшего. Обошлось без серьезных повреждений. Сотрудники ГАИ провели массированное спецмероприятие. На дорогах Гомельской области они устроили фильтр для автомобилистов. В течение получаса инспекторы останавливали автомобили и проверяли у водителей документы. Цель фильтра – повышение дисциплины участников дорожного движения, выявление нетрезвых водителей и иных правонарушений, а также их предупреждение. На три года лишения свободы в колонии усиленного режима осужден украинец, перевозивший через Беларусь марихуану. В январе этого года на наркотик, который находился в рейсовом автобусе сообщением «Киев-Вильнюс», среагировала служебная собака. Запрещенное к перемещению зелье было бережно упаковано в маленькие тубусы, запаянные с обоих концов. Находились они в личных вещах 31-летнего пассажира, который был задержан в пункте пропуска «Новая Гута». На суде свое вино обвиняемый признал, сообщив, что коноплю он собрал на пустырях в Житомирской области Украины. В рабстве кольца ельские спасатели помогли жительнице райцентра снять ювелирные украшения, спровоцировавшие отек пальца. Работники ельского районного подразделения МЧС выезжали в частный дом в микрорайоне Фабричный. У 40-летней женщины на безымянном пальце правой руки были надеты два кольца, и снять их самостоятельно она не могла. В 18 лет в колонии усиленного режима Гомельский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Мозыря, который год назад ранил ножом трех силовиков при исполнении. Мозырянину было предъявлено обвинение по двум статьям. Кража в составе группы лиц и покушение на убийство милиционеров, которые прибыли на его задержание. По материалам дела, рано утром в дом обвиняемого постучали четверо мужчин. Когда началось задержание, в руках у мужчины появился нож. Он ранил троих, причем двое попали в реанимацию. По словам сотрудников, перед задержанием они кричали «стоять милиция». Сам фигурант уверял в суде, что принял милиционеров за бандитов и защищал от них семью. Кстати, ранее он уже был судим за разбой и грабеж. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по капитальному строительству филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомель Энерго». Должностное лицо обвиняется за взятку. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 3,5 тысячи рублей. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, будучи председателем временных конкурсных комиссий по проведению процедуры выбора подрядных организаций для проведения строительно-ремонтных работ на объектах филиала, дважды получил в качестве взятки денежные средства от начальника строительного участка одной из компаний. Накануне в Гомельском районе при пожаре спасен мужчина подразделения МЧС выехали по сообщению о возгорании в квартире в пятиэтажном доме деревни Песочная Будда. По прибытии к месту вызова из окон квартиры на первом этаже шел дым. Пламени не наблюдалось. Хозяин квартиры, инвалид второй группы, проживает с супругой, которой на момент возникновения пожара в квартире не было. Раскрытие преступлений прошлых лет остается одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета. В Гомельской области на момент начала функционирования этой правоохранительной структуры, а это 2012 год, нераскрытыми оставались более 300 убийств, совершенных начиная с 60-х годов прошлого века. Большая их часть приходится на лихие 90-е. Совершенствование следственной работы вместе с развитием возможностей экспертных исследований существенно изменило ситуацию с раскрытием особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей. С 2012 года в Гомельской области раскрыто и успешно расследовано 7 убийств, совершенных в период с 1993 по 2011 год. Все обвиняемые по этим делам осуждены. Еще два уголовных дела об убийствах 1984 и 2008 находятся на окончательной стадии расследования. Работа по уголовным делам прошлых лет, особенно нераскрытым, тяжким и особо тяжким, является одним из приоритетных направлений деятельности силового блока, в том числе Следственного комитета, Комитета государственных судебных экспертиз и МВД. И периодически к этим старым делам, они действительно пока у нас есть, не все раскрываются, приходится возвращаться. В частности, например, отрабатывается, может быть, какой-то новый круг лиц, работа с вещдоками происходит. И периодически удается раскрыть такого рода дела, несмотря на то, что проходят очень-очень длительные сроки. Весной 1995 года в лесном массиве, расположенном недалеко от Калинковичей, пенсионерка обнаружила на обочине дороги избитую обнаженную девушку. С ближайшей автостоянки женщина вызвала скорую и милицию. Пострадавшую 17-летнюю девушку доставили в больницу, в которой через несколько часов она скончалась. Обвиняемый в совершении преступления был установлен лишь через 22 года. В 2017 году, благодаря тому, что тот человек, совершивший преступление, вновь попал в поле зрения правоохранительных органов, он совершил ульянские действия, был задержан. В ходе следствия, в частности, были отобраны образцы. И благодаря тому, что в Комитете государственных судебных экспертиз налажена работа с базой данных по генотипу удалось намыть на то, что именно этот человек причастен к совершению преступления 95-го года. С созданием автоматизированного банка данных ДНК, который находится в ведении Государственного комитета судебных экспертиз, раскрытие преступлений прошлых лет получило новый импульс. При проведении судебно-генетической экспертизы по факту обнаружения 17-летней пострадавшей в Калинковичском районе в 1995 году был выявлен генотип насильника и установлено, что преступление совершено неизвестным мужчиной. Однако личности его установлено не было. В конце прошлого года был исследован биологический материал мужчины, проходящего по хулиганству. Позже в базе данных из ДНК было выявлено сопадение данного мужчины с генотипом насильника. Расследование уголовного дела возобновилось, но совпадение генетических характеристик еще не означало, что преступление раскрыто. Несмотря на то, что мужчина не признавал вину, была проведена кропотливая работа по восстановлению обстоятельств совершения злодеяния. Следственным управлением установлено, что в период с 31 марта по 1 апреля 1995 года обвиняемый изнасиловал девушку по месту своего жительства. А чтобы скрыть преступление, мужчина нанес несовершеннолетние несколько ударов тупыми предметами по голове, погрузил ее в багажник автомобиля и вывез в лес. Девушку, находившуюся в очень тяжелом состоянии, обвиняемый оставил на обочине дороги. После случившегося мужчина продолжал жить, как ни в чем не бывало. Вскоре повторно женился, обзавелся детьми. На основании собранных по делу доказательств жителю Калинковичей предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней и убийстве, совершенном с особой жестокостью с целью скрыть злодейский поступок. На данный момент расследование успешно закончено. Дело находится на рассмотрении в суде на завершающем стадии. По инкриминируемой ему статье, наиболее тяжкой, грозит высшее меры наказания. В следственном комитете также отметили, что помимо убийств, следственными подразделениями области с 2012 года расследовано почти 2900 иных преступлений прошлых лет. Запрет на рыбную ловлю сейчас действует на всех водоемах Беларуси. Охранные меры связаны с началом нереста. Растаявший снег и лед наполняют реки и озера свежей водой, что вызывает активность их обитателей. В это время любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено. Штрафы и размеры возмещений за незаконный вылов рыбы и нанесенный вред окружающей среде сдерживают не всех любителей острых ощущений. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Игнатенко. Для каждого региона установлены свои сроки запрета. Гомельская область – самый южный регион Беларуси, а потому нынешней весной добывать все виды озерно-речной рыбы запретили раньше, чем в остальных областях, начиная с 20 марта. Именно с этого дня рыболовым любителям было рекомендовано поубавить свои аппетиты. Чтобы не оказаться на крючке природоохранных служб, рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой с берега или искусственных сооружений. И только в светлое время суток. Но далеко не все следуют букве закона. Браконьеры стараются ставить сети незаметно. Есть и такие, кто ведет нечестный промысел даже средь бела дня. Предпраздничный день был, у людей были выходные. И, скажем так, за 7 число у нас за день было выявлено 7 нарушений в области рыболовства. То есть люди повыходили на природу, взяли с собой сети, пауки. Думаю, что знали они о запрете. Места выбрали неудачные для своего промысла. Основные все места, там, где рыба не листится, мы их знаем, постоянно контролируем. Всего же с 20 марта на территории области работники природоохранных инспекций зафиксировали 44 случая нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Любителям половить, нарушая весенний запрет, грозит крупный штраф, конфискация рыбы и орудий незаконного лова. А это то самое изъятое имущество браконьеров, которое по решению суда в скором времени будет уничтожено. 96 сетей общей длиной, более 3 километров, прочих запрещенных орудий и рыболовства – около 30 единиц. Применение запрещенных орудий и способов ловли рыбы может повлечь за собой наложение штрафа на нарушителя от 20 до 50 базовых величин. Причинение вреда природе на сумму 100 и более базовых величин может послушать поводом для возбуждения уголовного дела. Из последних на территории судоремзавода в Речице задержали трех граждан, осуществляли добычу рыбы сетями. Удалось им поймать порядка 4 килограмм рыбы. Общий вред составил 120 базовых величин. Реческим РУВД возбуждено уголовное дело. Грозит штраф от 200 базовых, либо из прав работы. В двух областях – Гомельской и Брестской – весенний запрет продлится до 18 мая. Но в случае изменения погодных условий, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может сдвигать сроки. Причем как на всей территории страны, так и в отдельных областях и районах. Наталья Игнатенко, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». Для браконьеров сейчас самый сезон, и с каждым днем аппетиты будут неуклонно расти. Это прекрасно понимают сотрудники природоохраны. Поэтому рейды проводятся чаще, мониторинг ведется круглосуточно. Налажено и взаимодействие с населением. О том, как осуществляется борьба с нарушителями, что нужно знать о законодательстве добросовестным рыбакам и почему взор инспекторов сегодня прочно прикован к любителям охоты. Поговорим с заместителем начальника областной инспекции, начальником отдела госконтроля Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Андреем Петрусевичем. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Александрович, каковы самые распространенные нарушения рыбаков в период ограничения на рыбную ловлю? Чем они постоянно грешат? Что касается добросовестных рыбаков, то это могут быть нарушения такие, как ловля рыбы в темное время суток, использование маломерного судна, использование орудий рыболовства с превышением установленного законодательством количества на одного рыболова. То есть, например? Законодательством установлено, что в период запрета рыболову разрешается, любительское рыболовство с использованием одной удочки, либо спиннинга с одним одинарным, двойным или тройным крючком в светлое время суток с берега. Поэтому могут грешить и двумя орудиями рыболовства, и с большим количеством, и в темное время суток, и с использованием маломерного судна. Если говорить о динамике правонарушений, связанной с незаконной рыбной ловлей, то какова статистика за последние 5-7 лет? Что касается 15-летнего периода, значит, когда была создана государственная инспекция, на территории Гомельской области выявлялось в год около 5 тысяч нарушений. И этот вал удалось сбить, и за последние 5 лет динамика говорит о том, что на территории Гомельской области выявляется от 600 до 1000 нарушений правил рыболовства. То есть это практически в 10 раз? Да. Это серьезный результат. На сегодняшний день браконьеры, рыболовы, кто они? Что это за люди? Ну, социальный портрет браконьера, рыболова заключается в том, что это социально уже сформированный человек, и он знает о том, что совершает противоправное деяние, и знает правовые последствия этого деяния. И, соответственно, невзирая на это, хочет удовлетворить свои какие бы то ни было потребности. В основном это вот местные жители, либо встречаются и заезжие люди? Встречаются и заезжие граждане, конечно, которые не местные, то есть не живут на той территории, на которой совершают противоправные деяния. Это может быть гражданин города Минска, который приедет на территорию Гомельской области. Это может быть гражданин города Гомеля, который поедет, допустим, в Речицкий, Брагинский, Лоевский район для совершения противоправных действий. Мы знаем, что деятельность Инспекции охраны животного и растительного мира не ограничивается только защитой рыболовных угодий, а также внимание приковано и к охотникам. Каков на сегодня портрет браконьера-охотника? Уничтожение браконьерством. Уничтожаются одни из ценных видов животных и птиц, и, безусловно, причиненный природе ущерб с трудом можно возместить материально. Браконьер-охотник – это в основном, подчеркну, в основном, гражданин от 30 до 60 лет, то есть уже сформированная личность. Они знают, что совершают противоправные деяния, знают правовые последствия, но, тем не менее, все равно идут на это. Одними из основных орудий совершения браконьерства являются огнестрельное оружие, петли и капканы. Что касается огнестрельного оружия, ведь часто мы встречаем в сводках, что люди шли на промысел с незарегистрированным ружьем либо винтовкой. Все правильно? Да, да, все правильно. Зачастую это незарегистрированное оружие. Где больше всего, в каких районах охотятся эти нелегалы браконьера? Ну, районы выделить какие-то с трудом можно, потому что везде выявляются факты браконьерства. Ну, наверное, это самое любимое, это Ветковский, Петриковский район, да, ведь там зоны отселения. Кстати, там разрешена охота, либо запрещена? Да, зоны отселения манят браконьеров, потому что там либо иные территории, на которых охота запрещена, поскольку там деятельность человека минимальна, охоты не проводятся, охоты там запрещены. И по указу президента предусмотрен коэффициент к таксам, установленным для возмещения вреда, причиненного в окружающей среде в результате незаконной добычи этих животных. Если бы дикое животное было добыто на территории, где разрешена охота, допустим, возьмем косулю, либо кабана, то этот вред составлял бы 120 базовых. А уже территория, где охота запрещена, повышающий коэффициент 3, соответственно, 120 базовых умножаем на 3. Кстати, многие удивляются, люди, когда незаконно добывают либо рыбу, либо представители фауны, что такие большие суммы штрафов и возмещения вреда, причиненного окружающей природе. Почему? Ну, одна из причин повышения, увеличения такс и повышающих коэффициентов в период нереста, что применительно к рыб, это зависит от того, что у рыбы нерест и необходимо продолжение потомства. Какой повышающий коэффициент может быть применен? В настоящее время, в период запрета, если осуществляется незаконная добыча рыбы, повышающий коэффициент трехкратный. Также установлены и иные коэффициенты, допустим, с применением орудий рыболовства, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, электроудочка, то это повышающий коэффициент 5. Андрей Александрович, средства правонарушителей, они тоже, в принципе, совершенствуют эти средства и постоянно прибегают к новым методам незаконной добычи рыбы и животных. Но как противостоит им инспекция охраны животного растительного мира? Государственная инспекция также оснащена современными средствами наблюдения, фото-видео фиксацией, техникой всевозможной. Также действует телефон доверия круглосуточный, на который постоянно звонят добропорядочные граждане, которые являются очевидцами совершения правонарушений в области природоохранного законодательства. Незамедлительно осуществляется выезд и пресечение данного деяния. Также в этом году заработало мобильное приложение, которое можно посмотреть, как оно действует на сайте государственной инспекции. И с телефона современного смартфона, планшета эта информация может быть передана в центральный аппарат государственной инспекции, город Минск, откуда уже идет сообщение дежурного на место и выбывает группа. Также в государственной инспекции действует институт общественных инспекторов. Это граждане, которые на добровольных началах, свободное от работы время, оказывают содействие должностным лицам государственной инспекции. Андрей Александрович, большое вам спасибо за конструктивный разговор. И в завершении программы, по традиции, рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Устроила переполох и оказалась в западне. В одном из мозырских микрорайонов Лосиха, забежавшая на территорию частного подворья, успела стать местной достопримечательностью. С животным, которое проникло на участок, огороженный металлической сеткой, фотографировались дети, снимали видео прохожие. Некоторые из них принесли еду. Лосихи даже дали имя «Машка». Чтобы вернуть зверя в лес, его пришлось усыпить при помощи снотворного. Прибегнуть к дротикам с транквилизаторами пришлось и специалистам в Индии. Там на толпу зевак набросился леопард. Животное, которое пробралось в жилой дом, сначала хотели поймать сетью, но не вышло. Хищник начал охоту. Сначала покусал одного мужчину, вскоре набросился на другого, а затем и вовсе обратил в бегство целую толпу людей. Действо снимали много очевидцев, так что произошедшее попало на видео с разных ракурсов и вполне напоминает болливудский триллер. Американка едва не стала жертвой наезда прямо в продуктовом магазине. Женщина покупала товар у кассы, как в это время витрину и двери пробил легковой автомобиль. Машина проехала в полуметре от покупательницы, которая даже не успела испугаться, но пришла в ужас уже после случившегося. На таран продуктовый магазин взял водитель из штата Массачусетс. Он был пьян и, пытаясь припарковаться на стоянке перед павильоном, вместо тормоза втопил педаль газа. Пассажирский автобус протащил по асфальту пенсионерку в Иркутской области. Водитель оправдывается тем, что не заметил женщину из-за людей, которые входили в салон. Пенсионерка уже почти вышла из автобуса, как вдруг двери закрылись и зажали ей руку, а машина тронулась. В результате женщина упала, получила ушибы и ссадины, а подняться смогла лишь с помощью неравнодушных прохожих. В Сахалинской области России взрывом цистерны убило рабочего. Это случилось на базе по приемке металла. Специалисты выполняли сварочные работы вблизи емкости из-под горюче-смазочных материалов. Как только один из них приступил к работе, пары воспламенились. Взрывную волну и мужчин отбросило в разные стороны. Двое получили травмы, один погиб на месте. Житель Новой Зеландии проехал на грузовике прямо сквозь торнадо. Свою экстремальную поездку Рик Филд снял на видео. Вначале мужчина смеялся и каламбурил. Однако, когда видимость упала почти до нуля и машину стала раскачивать, автор ролика не на шутку испугался. К счастью, ему удалось вырваться из опасной зоны без серьезных последствий. Когда все стихло, Рик признался, что никогда в жизни ему не было так страшно. В Мексике из-за извержения вулкана власти начали эвакуацию близлежащих поселков. Столбы дыма и пепла были выброшены на сотни метров. Автору этого ролика удалось заснять начало извержения. Зрелище довольно впечатляющее. Прокатился вместе с лавиной. Это пролыжник, который спасся в результате схода снега только благодаря высоким технологиям. Мужчина вполне бы мог получить тяжелые травмы, но в нужный момент в его умном комбинезоне раскрылась подушка безопасности, сработавшая благодаря специальным датчикам падения. Она-то и спасла жизнь лыжнику, который, прокатившись верхом на лавине, сумел зацепиться за деревья и остаться в живых. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Голливудской области. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю.